Добровольные тестирования на предмет употребления наркотиков и алкоголя проведут в учебных заведениях округа. Дети от 14 до 18 лет заполнят анкеты, которые разработали специалисты Центра ДАР. Наша съемочная группа узнала, в чем особенность тестирования и о чем расскажут его результаты. Анкетирование на тему проблем алкоголизма и наркомании среди подростков должно охватить больше 3000 детей в Ниньском округе. Это не только школьники, но и получающие профессиональное образование. Старт тестирования намечен на октябрь 2014 года. В течение двух месяцев специалисты соберут сведения со всех образовательных учреждений региона. Особенность анкетирования в том, что оно добровольное. Его проведут только с письменного согласия учащегося. А если ребенку еще не исполнилось 15, то согласия будут давать родители. Понятно, что если ребенок употребляет или употреблял, он, наверное, вряд ли согласится. Это мы прекрасно понимаем. Но нам самое главное выявить ведь не только группу риска. Самое главное выявить у нас, которые находятся вот как раз склонны к употреблению. Для нас это тоже очень важно. Организаторы тестирования гарантируют полную анонимность. На листах будут обозначены только пол и возраст учащегося. Анкета состоит из двух блоков. В первом выявят отношение отвечающего к алкоголю. Во втором – к наркотикам. Вопросы для теста выбраны из стандартизированных методик. Отношение учащихся к будущему анкетированию неоднозначное. Надо задуматься над тем, стоит пить, не стоит пить, стоит курить. Все по-немножку деградируют, все пьют. А это тестирование заставляет задуматься немножко. Ну, я считаю, что да, необходимо знать, насколько молодежь у нас за спорт, либо за алкоголь. Нет, ничего. Почему? Я не люблю такие всякие, тесты. Все, это нужно. Большое внимание уделят обработке анкет. Уже к концу этого года результаты систематизируют по возрасту, полу и учебным заведениям. Многие родители эту идею поддерживают. Говорят, нужно знать, в каком окружении растет их чадо. Нужно подробнее изучать. Так, как молодежь сейчас от половины на половину, кто-то на пиво подсели, хорошо и на энергетике, а кто-то наоборот спорт не занимается. Немножко другая молодежь, чем в нашем-то возрасте. Проводить тестирование будут специальные комиссии. Педагоги и психологи посетят обучающий семинар. Позже они подробно расскажут об анкетировании родителям.